Добрый вечер! Прямиком из горячего Баку, в не совсем еще жаркий Благовещенск, корреспондент Альфа-канала Анна Пробенко. Аня, как там было? Пати! Пати по everybody dance! Come on and dance! И потом еще бум-бум! Пати! Слушай, ну Евровидение это, в общем-то, мероприятие огромного масштаба, да? И вы, амурские журналисты, туда попали. Каким образом и что в первую очередь вас там поразило? Ты первый раз была в Баку? Я в Баку была первый раз, я в Азербайджане была первый раз, на Евровидении была тем более первый раз. Ну, за то, что мы, амурские журналисты, попали на мероприятие европейского уровня, конечно, хочется сказать спасибо людям, которые сделали для нас это возможным. Это Азербайджанское национально-культурное общество АРАС и Амурское министерство культуры. Вот они сделали для нас возможную поездку туда. И, в общем-то, впечатления... Масса эмоций переполняют, да? Слушай, а вообще как реагировали в Азербайджане на вот... Ну, для нас как бы уже представители Кавказа не экзотика благовещенская, но, по-моему, мы для них еще там как бы экзотика, да? А тем более не просто Россия или Москва, а какой-то Дальний Восток вообще, да? Дальний Восток. Вот в этом и была экзотика, что с Дальнего Востока... Они понимали, откуда? Они спрашивали, практически везде нас спрашивали. Ну, Россия понятно, а откуда Россия? И когда говоришь Дальний Восток, они сначала очень многие... А это дальше Красноярска? Да, дальше Красноярска, да. И когда объясняешь на границе с Китаем, они... Ну, то есть, они были в шоке. К чему мы привыкли, когда смотрим Евровидение, да? Это очень красиво выстроенные, отработанные заранее операторами просмотренные номера. И вот эта отлаженная картинка показывает номер того или иного исполнителя из той или иной страны. Но ведь за этим еще и стоит целый... Вот видео хочется попросить запустить, да? Целый зрительный зал, который реагирует по-своему, который... Есть эти невидимые зрителям моменты, когда специальная техническая группа, да, убирает между номерами там сцену, готовит... Да, да. Вот, кстати, да, тот холл. А это вот мы идем в кристалл-холл, да. Туда, кстати, очень многоступенчатая система, туда пройти. Пять проверок, две из которых включают полный досмотр. То есть тебя обыскивают натурально. И аппаратуру, все, сумки смотрят. Да, аппаратуру, естественно, все. Это вот зал, кристалл-холл, сектора. Это вот Магомед Аскеров, который... А это Кушнир, да? А это Владимир Кушнир, да, победитель конкурса. А, победитель Рабсудия. Рабсудия любви, да, для которого был приз поездка на Европу. Ну и, собственно, вот атмосфера, да? Вот начало, да. Ну, это еще... Это еще так, вступление, да. Это еще до бабушек. Это еще до бабушек, это еще все, вот потихонечку такой разгон. На кого реагировали, вот, на самом деле, больше всего зрителей? Больше всего реагировали на Россию, очень хорошо реагировали. Ну и, естественно, зал просто вот стоял на ушах. Это Азербайджан и Турция. То есть Азербайджан и Турция их даже отдельно объявляли. То есть так все идут друг за другом, да, номера, их не объявляют отдельно. Одни покидают сцену, другие уже не выходят. А в это время, во время трансляции, зритель на экране видят вот виды Баку, да, ну, традиционные. Вот перед Евровидением эти нарезки. А вот, собственно, победительница. Я знаю, что вы очень, Ларин, да, я знаю, что вы очень удачно сидели в зале, да? Мы сидели, да, у нас были прям хорошие. У нас, да, сектор А-10, он прям рядом со сценой находится. Я говорю, что мне чуть-чуть обидно за бабушек. Я почему-то ожидала, что они будут первые. Ну, вот мой следующий вопрос. Ну, какие они, наши мурановские бабушки. Они здоровские. Не по телевизору, а вот живьем. Они здоровские, конечно. Ну, их номер, их песня, вот сама подача, это все невероятно зажигательно было. Вот я скажу по эмоции, да, это потрясающе. Зал встал, зал прыгал, да. Прыгали не только россияне, но и азербайджанцы. И в нашем секторе вот здесь были шведы, да, собственно, англичане. Они скакали вместе с нами, да. Я скакала выше всех. Я кричала бабушке. И я не говорю по-английски, но я пыталась петь пати for everybody. Слушай, а она не была вот в кулуарах, вот, или там, не знаю, между журналистами, таких рассуждений. Я все понимаю, да, они милые, они обаятельные, эти бабушки, все. Но вот этот извечный сейчас разговор о том, что почему они поехали, да. Масса людей с профессиональным певческим образованием, да, которые там побеждают на каких-то конкурсах там в России, да. Почему их не послали, почему из какого-то Буранова каких-то бабушек оторвали от коров, собственно говоря, как так и было, из сельского домокультуры. Это как, знаете, вот сами азербайджанцы говорят, бурановских бабушек вы к нам в Азербайджан послали неспроста. Вы знаете, что у нас вот к родителям, к людям старшего поколения, вот такое отношение, да. И может быть вы поэтому послали бурановских бабушек, да. А сами журналисты говорили, что, конечно, Россия в этом году решила взять национальным колоритом. Ну, это, наверное, так, и да, это беспроигрышный был вариант. А вот ты там говорила фразу, что тебе на самом деле обидно за второе место. Мне обидно. А что, тебя не впечатлила эта шведская певица Ларин? Честно, ну, то есть, не, я оценю ее вокал, но, честно, немножко мимо меня прошло. Я, причем, видела ее и на полуфинале, вот, причем, вот мы смотрели полуфинал на набережной, на Прикаспийской, да. То есть, как бы она вот так вот ровно, да, прошла. И так же во время, ну, то есть, и в зале не было там такой какой-то особой невероятной реакции на нее. Хотя они и предвещали победу, в общем-то. Ну, вот, да, наверное, но, если честно... Может, это все заранее куплено. Например, вот по реакции зала я могу сказать, да, вот очень, ну, вот, помимо трех, на кого я перечислял, да, очень неплохо зал реагировал на Албанию, на Испанию, потрясающе. На Македонию писали. Македония просто вообще всем понравилась, да. То есть, на твой взгляд, даже более выигрышно. А если бы вот ты вот чисто по зрительскому восприятию зала оценивала, да, ты бы кому отдала первый? Я бы Македонии первое место. А, все-таки не бабушка. То есть, вот, как второе место, да, для них это... Объективно, если вот вокал, да, конечно, есть там определенный вот аккорд, да, который в голове засядет у тебя, и ты будешь его напевать ходить, мурлыкать, да, вот. Какой? Да, но есть еще другие, да, составляющие хорошей песни. Все-таки это музыкальный конкурс. Вот это вот, да, глубокий голос, да, какая-то такая интонация, да. Наверное, вот больше всего меня в Македонию пока нет. Я думаю, что не первый раз смотришь «Евровидение», да, но ты смотрела его по телевизору, а сейчас вживую, как бы, да. Вот это вот извечный разговор о том, что этот конкурс – это голосование добрососедских, так сказать, основ, то есть если Латвия, то она голосует за свои прибалтийские страны, если там… Да, это так и есть, абсолютно. Единственное, 12 баллов в России кто дала? Только одна Беларусь, да? Да, Беларусь, да, и по 10 баллов дали вот Украина, Латвия, Азербайджан, да, если не ошибаюсь. Ну, то есть вот близкий зал сам сидит, даже вот наблюдаешь за людьми, которые из сектора, они прямо вот присказывают, так, ну эти сейчас нам много не дадут, эти столько там, а эти дадут столько этому сейчас, и, в общем-то, все всегда угадывают. А Россия, кстати, проголосовала за Аварину, опять же, Швецию. Ну, Ань, я знаю, что все-таки Евровидение – это лишь десятая часть всех ваших планов в Азербайджане, да, и я знаю, что вы еще и увидели красоты, поездили, сейчас вот нам опять же покажут видео, немножко эксклюзивное этих поездок, да, что это будет за материалы, где они будут выходить, о чем они будут? Это будет четыре серии в рамках проекта «Городские истории», то есть по воскресеньям, по воскресеньям, в 18.30 на ТНТ, мы будем рассказывать об уникальных древних местах Азербайджана, о которых, наверное, не очень много рассказывают по телевизору. Они тебя впечатлили не меньше, чем сам Евровидение? Они меня впечатлили, может быть, даже где-то и больше, да, потому что вот, например, азербайджанские ремесленники, да, вот с одним товарищем общаемся, он даже не может точно сказать, в каком поколении вот он занимается изготовлением там медных сосудов, да, то есть он и прадед мой это делает, и прапрадед, а кто там дальше, наверное, все всегда, да, вот. Потом мы будем рассказывать о русском в Азербайджане, потому что русского очень много в Азербайджане, очень много русского. И русских много, и российских. А вот отношения к русским? Наверное, я, наверное, скажу, что азербайджанцы к русским относятся так же, как к азербайджанцам, ну, то есть для них ровно как-то русский, нерусский, это все для них вот близко. Даже о языке, да, я могу сказать. Я так неделю прожила в Азербайджане, но я так и не поняла, то есть видела азербайджанцев, которые между друг другом разговаривают на русском. То есть много говорят по-русски, да? Да, видела азербайджанцев, которые не говорят на русском. Альфа-канал, городские истории, с какого числа? Ну, с 10 июня пойдут в программы об Евровидении, об Азербайджане, Баку, о людях. Твои и второго человека, который с тобой ездил? Мой оператор Илья Тян, ну, наш оператор Альфа-канал, я просто мой называю, потому что мы соавторы с ним в программе, вот, и каким он в том числе увидел Азербайджан. Сегодня у меня в гостях была Анна Пробин, которая посчастливилась воочию наблюдать конкурс Евровидения и слушать хит всех времен и народов «Party for Everybody» в исполнении буранинских бабушек. Спасибо тебе большое. Я люблю тебя. Бум, бум.